Старые открытки на Новый год, такие веселые и добрые, с отсенком ретро, в наше время стали очень модными. Сейчас мало кого удивишь блестяшкой анимашкой, а вот старые новогодние открытки сразу вызывают ностальгию и трогают нас до глубины души. Хотите вызвать близком человеке, родившемся в Советском Союзе, воспоминания о счастливом детстве? Открытки СССР с Новым годом, поздравляющие страну, это особый пласт изобразительной культуры нашей страны. Ретро-открытки, нарисованные в СССР, это не только предмет коллекционирования, для многих это память о детстве, который хранится с нами многие годы. Разглядывать советские новогодние открытки – особое удовольствие, настолько они красивые, милые, создающие настроение праздника и детского счастья. Подлинный рассвет советской новогодней открытки наступил в 60-х годах. Увеличилось количество сюжетов, появляются такие мотивы, как освоение космоса, борьба за мир. Открытки прошлых лет отражали веяние времени, достижения, меняя направление из года в год. Новогодние открытки советских времен по сей день продолжают согревать сердца людей, напоминая о былых временах и праздничном волшебном запахе новогодних мандаринов. Ёлочки, шишки, счастливые улыбки лесных персонажей и белоснежные борода Деда Мороза – все это неотъемлемые атрибуты новогодних советских поздравительных открыток. Их покупали заранее, штук по 30, и отправляли почтой по разным городам. Наши мамы и бабушки знали авторов картинок и охотились за открытками с иллюстрациями – за Рубина или Четверикова и годами хранили в коробках из-под обуви. А уж через некоторое время промышленность выпускала широчайший ассортимент открыток, приятно радовавших глаз на витринах газетных киосков, заполненных традиционно неброской печатной продукцией. И пусть качество печатей и яркость красок советских открыток уступали импортным, эти недостатки искупались оригинальностью сюжетов и высоким профессионализмом художников. Зимние пейзажи венчали пожелания – пусть Новый год успехи в спорте принесет. Как шутливо замечает известный коллекционер Евгений Иванов, на открытках советский Дед Мороз активно участвует в общественной и производственной жизни советского народа. Он – железнодорожник на БАМе, летает в космос, плавит металл, работает на ИВМ, развозит почту и прочее. Руки у него постоянно заняты делом, возможно, поэтому Дед Мороз значительно реже несет мешок с подарками. Кстати, книга Иванова «Новый год и Рождество в открытках», в которой совершенно серьезно анализируются сюжеты открыток с точки зрения их особого символизма, доказывает, что в обычной почтовой карточке таится гораздо больше смысла, чем это может показаться на первый взгляд. Военное время, естественно, накладывает отпечаток и на открытки СССР. Дед Мороз изображался с автоматом и метлой, выметающей фашистов, а Снегурочка перевязывала раны бойцов. Но главная миссия их была в том, чтобы поддержать дух народа и показать – победа близка, а военных ждут дома. В собраниях коллекционеров и в домашних архивах нередко можно встретить импортные открытки 1945 года. Советские военные, добравшиеся до Берлина, отправляли и привозили с собой красивые заграничные рождественские открытки. После войны в стране не было денег. Народ не мог купить новогодние подарки и побаловать детей. Люди радовались самым простым вещам. Поэтому недорогая, но трогательная открытка стала очень востребована. Кроме того, открытку можно было отправить на почте близким в любой уголок огромной страны. В сюжетах используются символы победы над фашизмом, а также портреты Сталина как отца народа. Много изображений дедушек с внуками, детей с мамами. Все потому, что в большинстве семей отцы не вернулись с фронта. Главная тема – мир во всем мире и победа. В послевоенные годы поздравить друзей и близких новогодней открыткой считалось обязательным. Открытки продавались очень много. Из них даже делали поделки, шкатулки и шары. Яркий плотный картон идеально подходил для этого. На этот период приходится рассвет жанра миниатюры. Помимо традиционных курантов рисуют самолеты и поезда, высокие дома, изображают сказочных героев, зимние пейзажи, утренники в детских садах, детей с кульками конфет, родители, несущих домой елку. В 1956 году на советские экраны выходит фильм «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко. Сюжеты из фильма, изображения актрисы становятся символом Нового года. Их часто печатают на открытках. 60-е открываются с полета Гагарина в космос. И, конечно, этот сюжет не мог не появиться на новогодних открытках. На них изображают космонавтов в скафандре с подарками в руках, космические ракеты и луноходы с новогодними елками. Рассказывая о советской новогодней открытке, нельзя не упомянуть имя выдающегося художника и мультипликатора Владимира Ивановича Зарубина. Практически все те милые, трогательные рисованные открытки, созданные в СССР в 60-70-х годах, созданы его рукой. Основной темой открыток были сказочные персонажи, веселые и добрые животные. Дед Мороз и Снегурочка – румяные счастливые дети. Почти на всех открытках такой сюжет. Дед Мороз дарит подарки мальчику на лыжах. Заяц тянется с ножницами, чтобы срезать новогодний подарок с елки. Дед Мороз и мальчик играют в хоккей. Животные наряжают елку. Сегодня предмет коллекционирования – эти старые открытки с Новым годом. СССР выпускало их большими тиражами, поэтому их много в коллекциях филокортии. Например, Иван Яковлевич Диргилев, названный классиком современной открытки. Им созданы сотни изображений, напечатанных миллионными тиражами. Среди новогодних можно выделить открытку 1987 года, изображающую балалайку и елочные игрушки. Эта открытка была выпущена рекордно большим тиражом 55 миллионов копий. Евгений Николаевич Гундобин – советский художник, классик, открыточной миниатюры. Его стиль напоминает советские фильмы 50-х. Добрые, трогательные и немного наивные. На его новогодних открытках нет взрослых, только дети. На лыжах, наряжающие елку, получающие подарки, а также дети на фоне просветающей советской промышленности, летящие в космос на ракете. Помимо изображений детей, Гундобин рисовал красочные панорамы предновогодней Москвы, знаковые архитектурные приметы, Кремль, здание МГИМО, статуи рабочевой колхозницы с новогодними пожеланиями. В конце советского периода нашей истории люди узнают про китайский календарь, а на открытках появляются изображения животного символа года. Времена меняются, и в современный век информационных технологий мы тоже получаем и отправляем поздравительные открытки в социальных сетях. Но неизменно остается одно – они поднимают нам настроение и создают теплую и душевную атмосферу.